А скажите, вот все-таки визит Столтенберга и встреча сегодняшняя с президентом Зеленским может ли означать о кардинальной смене рокировки сил в контрнаступлении и предоставлении обещанного вооружения, F-16? Очень долго мы о них говорим, наши пилоты, часть из них уже прошла обучение, и некоторые из них все еще проходят. Никто не отрицает, что F-16 будут поставлены. Насколько они могут быть решающим фактором в этой войне? И возможно ли с их помощью атаковать Крым? Потому что принято думать, что критерием войны будет как раз и возвращение аннексированной территории, аннексированного Крыма. Для начала я отмечу, что пока нет основания считать, что визит Столтенберга подразумевает какие-то кардинальные изменения. Во всем, что касается ныне идущей наступательной операции, здесь нет особой возможности что-то добавить срочно. Многие системы вооружений поставляются по существующему графику, а даже решение о поставке не приводит к срочному их приходу в Украину по техническим и самым разным другим причинам. Например, необходимости боевой подготовки длительной на этих системах. Поэтому максимум, что можно ожидать от визита, это та или иная координация, я бы сказал так, ожидания и возможности. Координация ожиданий и возможности стимулирования тех или иных процессов, которые уже идут или которые должны начаться. Ф-16 отличный пример. Сколько бы Столтенберг не совершал визитов, пока пилоты и наземный персонал не вышли на некий серьезный уровень обученности на этих самолетах, они ни на день раньше не придут. Более того, количество самолетов F-16, которые будут поставлены Украине, это тот самый довольно редкий случай, когда все упирается в большей степени именно в украинскую сторону. Что я имею в виду? Количество обученных пилотов. Если самолетов можно поставить, допустим, я просто сейчас с фонаря, от фонаря, пример, 100 самолетов при наличии 70 пилотов, то понятно, что никакого смысла это не имеет, поставлять 100 самолетов, потому что по определению пилотов должно быть больше, чем самолетов. Причем больше на десятки процентов в лучшем случае. То есть здесь все зависит от того, как быстро успеть обучить необходимый персонал. Ф-16, которые Украина получит, будут не новейшей модели, вполне легитимные самолеты для современного поля боя. Не зря они еще состоят на вооружении западных стран, однако у них есть одно такое важное слабое место, именно потому что это не самые новые самолеты. Одна из важнейших компонентов самолета боевого это радар. Радар у них весьма и весьма старый. Речь идет о модернизации те самолеты, что у голландцев и датчан, и по всей видимости далее бельгийцы поставят, и возможно норвежцы. Это модернизация конца 90-х годов по своей сути, осуществленная в первой половине нулевых. И радар, который является мозгом и, я бы сказал, глазами самолета одновременно, у них не самый современный. Это надо помнить, поэтому боевые качества этих самолетов несколько ниже, чем, например, новейших моделей F-16 и очень далеки от самолетов пятого поколения. Тем не менее, этот самолет даст Украине важнейший инструмент, мало того, что его поступление станет прецедентом, важнейшим прецедентом начала строительства ВВС, вернее, воздушных сил Украины нового типа, западного типа, о чем еще недавно можно было только мечтать. Это даст немедля, даже небольшое количество, а поступят сразу мало самолетов. В связи с тем, что обученных пилотов будет, ну скажем так, видимо более десятка, но не более 20, вряд ли, ну скажем так, менее 30, на мой взгляд, первая партия пилотов, это я еще оптимистично говорю. Поэтому самолетов может быть задействовано от десятка до двух десятков первой партии, после чего, ну, отправят новых пилотов на обучение, отправить много пилотов на обучение действующих сложно, потому что они так выполняют важнейшие боевые задачи прямо сейчас на старых советских самолетах. Так вот, небольшое количество этих самолетов, если предположить, и здесь очень важно, если, им необходимы современные системы вооружения, чтобы с ними были поставлены, современные системы радиоэлектронной борьбы, которые позволят в заметной степени, в заметной, не в полной степени, обеспечить безопасность этих самолетов, скажем так, повысить ее. Из системы вооружения речь идет о ракетах воздух-воздух, боеприпасах воздух-земля высокоточных и, возможно, боеприпасах антикорабельных, то есть противокорабельных ракет. Если все это будет поставлено как нужно, например, по системам воздух-воздух, мне трудно предположить, хотя этого не исключаю, что с самолетами придут новейшие ракеты Амрам, модификации Ди, которые имеют дальность до 180 километров. Почему я думаю, что они не придут? Во-первых, у радаров этих самолетов есть определенные сложности, я как вижу это, с использованием по максимуму возможности этих ракет. Во-вторых, они секретны, поставляются только ближайшим союзникам и для самолетов F-35 в большей степени. В общем, будет сюрпризом для меня, если они придут, но тем не менее есть такой шанс. Так вот, если эти ракеты будут, или будет предыдущая модель дальностью 120 километров, новые истребители Воздушных сил Украины создадут серьезные проблемы для российской авиации, для ее действий в районе линии фронта. И истребительной авиации, и вертолетов. И это будет серьезный, относительно серьезный вклад в то, что происходит на Земле. Более того, они смогут наносить более успешные удары по системам ПВО России, чем то, на что Украина сейчас способна при помощи МиГов-29, использующих американские ракеты Харм, для использования Харм F-16 гораздо более эффективны. Поэтому российское ПВО тоже столкнется с дополнительными проблемами. Наконец, удары по земле с помощью планирующих высокоточных бомб, в том числе и таких, которые применяются с максимальной дальности 110 километров от цели. Правда, это некие идеальные условия 110 километров, бомба весом чуть более 100 килограмм, применяется с большой высоты по статической цели. Так вот, конечно, таких идеальных условий не будет, но сам пример очень важен. Украинцы смогут активно и довольно массово применять эти бомбы по целям в районе переднего края и в некоторой глубине, что опять-таки создаст дополнительные возможности для сухопутных сил. И, наконец, что очень важно, F-16 смогут эффективнее бороться, чем имеющиеся истребители с крылатыми ракетами российскими, которыми атакуют территорию Украины почти на ежедневной основе, и с беспилотниками типа «Шахер». Это, конечно, не идеально использовать их против такого рода целей, но это тоже важно. И, наконец, море. Над морем свобода действий российской авиации опять-таки резко снизится над частью Черного моря. Например, то, что мы недавно наблюдали, когда рейд украинских спецназовцев на вышке «Бойко», когда они подвергались непрерывным атакам российских истребителей, которые пытались их даже из пушек, в духе Второй мировой войны атаковать, так вот подобная ситуация при наличии F-16 где-нибудь даже в 50 километрах, а на самом деле еще дальше от этого места, было бы для российских истребителей самоубийственным шагом. Вот вам пример. И, конечно же, флот российский. Если F-16 будут вооружены противокорабельными ракетами, то в открытом Черном море столкнутся корабли в МФ России с большими сложностями и большими угрозами. В итоге, что здесь можно сказать? Небольшое количество, надо же быть реалистами, появление весной небольшого количества F-16 является почти на вооружении Воздушных сил Украины. Это почти свершившийся факт. Где-то весной их можно будет, скорее всего, уже применять на поле боя, но их будет мало. Видимо, от 10 до 20 самолетов. Наращивание численности займет еще много месяцев. Вопрос, будут ли у них те или иные системы вооружения, остается открытым. Предположим, что будут, но даже в этом оптимистичном сценарии они станут лишь дополнительным инструментом, но не решающим фактором в ходе войны. То есть, давайте так вот, такой пример. Если бы с этой весны Украина оперировала вот 20 самолетами F-16 со всеми приличными системами, можно было бы задать вопрос, а как бы развивалось украинское наступление к этому моменту. Так вот, будь даже украинцев 20 этих самолетов, несомненно, результаты в разных сферах, в том перехвате ракет, на поле боя и во многих других направлениях, тех, что я перечислил, были бы лучше. Но если бы меня спросили, были бы в этом случае украинские войска уже в Мелитополе, вот по этому сценарию, который мы наблюдаем последние 3,5 месяца, я бы сказал, что нет. Возможно, успехи были бы больше. Я думаю, что в районе Токмака и Работина ситуация была бы лучше, но проблема, она несколько в ином. 20 самолетов F-16 устарелых – это не чудо-оружие, которое кардинальным образом меняет ситуацию на поле боя. Многочисленные, по-настоящему современные ВВС, которые были бы единым отработанным механизмом с множеством других инструментов, наземных и воздушных, например, и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и так далее, и так далее. То есть нечто гораздо большее, чем просто пару эскадрильей F-16. Да, они бы существенно поменяли ситуацию на поле боя, но до этого еще далеко. Редактор субтитров А.Семкин